Бермудский остров Участвовать в этой имитации дальше, конечно, России нет смысла Проблема первоначальная, как залезть туда До того все узко Вы обслуживающий персонал, вы деньги получаете Вам зарплату платят с моих денег С налогов, которые я плачу И вы еще вот такой, по-сански, ко мне относитесь Я вам представляться не собираюсь, 328-й заведующий, идите разбирайтесь Что они считают своим долгом? Поделиться этой грязью с каждым встречным 7 лет назад я потерял паспорт Есть на холодильник паспорт Сказали, можно голосовать таким В чем она сила в вашей России? Они все пьяные Кто мне зубы вставит? Привіт, друзья! Меня зовут Олена Курбанова И вы на моем YouTube-канале Курбанова Лайф А это свежий выпуск російської антипропаганди Кринжатини Ихних вкидов, наративов, ну и, звісно, брехні Бо что? Бо правильно, росіяни брешут каждый раз И как только открывают свой рот Мы собрали для вас филигранную подбирку Всего того, что наиболее демонстрирует Сучасную Российскую Федерацию Ну и уровень их зашкваров Мариуполь, Жаканевский Несколько месяцев назад Я прям здесь стоял и говорил, что Дома вот эти вот-вот через неделю заселятся Прошло несколько месяцев, ребят Дома, видите, вечером специально приехал Все пустые, людей нет Те 12 пятиэтажек заселены, я не про них И вон там три девятиэтажки Тоже несколько месяцев уже стоит Все Почему не селит народ, не знаю Столько погорельцев в городе Надо быстрее всех селить Вот девушка И мне кажется, знаете, вот она, эта девушка Недовольна, что медленно селят погорельцев Вот в эти дома Потому что она, знаете, как бы обозревает Так и говорит, ну где жильцы? Сегодня уже была температура минус один Татьяна жалуется на подрядчика Ее квартира буквально холодильник Тепло не держит, а в комнатах гуляет сквозняк Вот седьмой, восьмой, девятый этаж Не до конца Там были прилеты прямые Не до конца доделано Потихоньку делают Но этого недостаточно Чтобы это все Ну, уже холода наступают В этой части Мариуполя Как раз и разворачивались бои за город Отсюда доза встали меньше пяти километров Уже второй год строители латают последствия Но жильцы этих многоэтажек Специалистов торопятся сроками Холода уже подступили, а тепла нет Для того, чтобы разобраться в ситуации На место приехал глава администрации города Олег Маргун Снаружи вот тут откоса не сделаем Все, потому и дует Потому и дует Водоконники и клевы стоят, да? Стоят Система отопления меняли? Меняли Меняли полностью и стояки И все, все, все Все нормально Следующая анализация вода Воду добились мы сами Юрий показывает свою пострадавшую квартиру Городоначальнику Голые стены, которые обнажают отставшие обои Результат прилета трех мин Глава администрации объясняет Что внутри ремонтом квартиры Займутся уже другие специалисты Вопрос только о выделении средств Из бюджета республики Юрий Николаевич, смотри Ждем Я сейчас рассказывал Сейчас есть столько денег нам дают Мы вот там, где многодетные семьи Где инвалиды Где виталий войны Мы в первую очередь А это уже другой микрорайон Восточный Где тоже трудятся строители Восстановление идет медленнее Сложно представить Но этот дом выглядел как решето К него прилетело около полусотни снарядов и мин Львиная часть времени строителей Ушла именно на ремонт несущих конструкций Этот дом получил множественные повреждения Около больше 50 попаданий по нему было Значит, произведен сложный демонтаж Разрушенных конструкций Восстановлена кладка Сейчас ведется траклетирование Это усиление бетонным составом Специальной конструкции Часть работ по укреплению фасада Уже выполнили Дальше по плану наконец наладить ситуацию с отоплением И сделать крышу Правильное решение принял, конечно, Владимир Владимирович Путин Что, действительно, пора с этим нацизмом бороться надо Чтобы не было никаких издевательств над детьми Над простыми людьми, которые живут там Сколько можно, 8 лет люди страдают Даже вот спортивные мероприятия Паралимпийские игры Сейчас наших инвалидов Российских инвалидов отстранили Паралимпийский комитет, конечно, неправомерно Они отменяют такие по политическим признакам Лишить наших инвалидов Участие в паралимпийских играх Это, конечно, нонсенс Такое решение Это все противоречит Правилам олимпийских игр Есть такая профессия Родину защищать И тут же 5 реклам ритуальных услуг Прямо здесь на странице Как же живут освободители? Ти, кто обещает восстановить наши захопленные регионы Ти, кто так боится, что их захоплять и будут расчленовывать Что же там такого цинного, дорогого цинного в этой РФ? РФ Зазвичай, друзья, мы шукаем нецикавиши кадры Как живет проста, звичайно, російська глибинка Та самая глибинка, которая поддерживает СВО Військового злочинца Путіна Ну и в целом армія Можливо, они купаются в золоте, в диамантах А, возможно, в них, в принципе, немае ані газа, ані води Одним словом, чим живет сьогодні той, кто поддерживает абсолютно все, что происходит в РФ Той, кто никогда не подорожевал, не мае закордонного паспорта И, в принципе, никогда не бывал за межами своєї глибинки Заехали в обычный город в России Посмотрите на эти дороги Посмотрите на эти разрушенные здания Вот это, кстати, жилой дом, который уже разваливается И вот это жилой дом И даже здесь живут люди По телевизору говорят, что средняя заработная плата в России 30 тысяч рублей Мне кажется, что нам что-то не договаривают Давайте посмотрим на местных жителей Они все пьяные И вынуждены сидеть дома и... диван И потом просто оказаться на кладбище Неужели мы родились, чтобы жить в такой нищете? Как вы думаете, кто вы там виноват? Пишите в комментариях Приборчик коротнул Скорее всего, потому что крыша потекла И вот так вот здесь живут люди Вот только когда вы все это смотрите Вы еще учитываете Что 9 месяцев здесь зима Здесь почти полярная ночь Это примерно Во всех бараках, где живет 10 тысяч человек Картина примерно одинаковая Такая вот лесенка Здесь наверху перила ничего А вот здесь вот внизу Где крепление слабее Перила худона уходит Вот, пожалуйста Мы платим за воду Мы платим за электричество За тепло, которое нам не дают практически У нас тепловые счетчики только контролируют то, что какой объем воды прошел по трубам А то, что тепла нет, калорий не дают Это никого не волнует Понимаете? И у нас все хорошо Я хочу жить в той республике, которую нам показывают по телевизору Вот Я очень хочу в той республике Мы хотим жить в той республике, которую нам показывают по телевизору Да Так хотят Хорошо Спасибо большое Дмитрий Николаевич То, что вы из Курятника с нами общаетесь Это здорово Это оживляет нашу сегодняшнюю работу Встреча сейчас с правительством Безусловно Но что Курятина так подорожала? Мясо птицы у нас с начала года выросло больше, чем на 27% Павел Владимирович Занимаемся этой темой Я буквально на прошлой неделе сам проводил совещание с производителями мяса птиц У нас в августе, непосредственно в августе было небольшое снижение объемов производства Но если брать период с января по августу, у нас объемы производства все равно растут Предпосылок для увеличения цены, в принципе, экономически особо нет никаких И переговорив с птицеводами, пришли к мнению, что они, чувствуя свою социальную ответственность, уже начали понижать цену на Курятину Надеюсь, что мы в ближайшее время увидим это Но они-то ладно, они бизнесом занимаются А правительство должно вовремя включать известные механизмы В том числе и закупку по импорту от ближайших наших соседей Из Белоруссии, из того же Казахстана Но правда ведь? Владимир Владимирович, мы это уже сделали Соответствующие решения приняты из Белоруссии, из Казахстана К нам поступает, соответственно, мясо-птица для того, чтобы чуть-чуть сбалансировать наш рынок Ладно, но надо свои времена только это делать Тогда бы и роста не было такого Мы все с вами являемся свидетелями того, что в последнее время поэтапно, шаг за шагом просто уничтожается международное право Запада Его пытаются подменить правом сильного, а остальным предлагают просто покорно смириться Россия выступала, выступая за создание реальной системы действующей международной безопасности Единой, неделимой для всех, на новых справедливых принципах И одобрив свое время ратифицирован договор Мы, естественно, проявили добрую волю Мы обозначили стремление внести свой вклад в глобальную безопасность И, естественно, рассчитывали на ответственное действие, в первую очередь, со стороны Соединенных Штатов Америки Но Вашингтон за столько лет, а коллега, прошло 23 года Так и не ратифицировал договор И упорно, постоянно игнорировал общую обеспокоенность А насчет нашего стремления выйти из недействующего, по их вине, недействующего соглашения Внезапно, так горячо, обеспокоился Ну вот мы видим, ну сплошное, сплошное лицемерие И если Соединенные Штаты и дальше не будут предпринимать шаги В плане выполнения своих обязательств То этот договор будет оставаться такой бутафорией И участвовать вот в этой имитации Дальше, конечно, России нет смысла Ну и что б я была за людина, как бы позбавила вас великого задоволения Насолоджуватись королевою матерью російської пропаганди Так, ее слова и наративы уже давным-давно ходят по колу Ну и вона перестала быть тією самой, яка колись нам рассказала Про те там, что бороться с тем Киевом, три дни и все подавимо Тим не менее, вона еще и до сих пор в обойме И намагается отработать кремлевскую зарплату Министр обороны Шойгу в зоне спецоперации проверил передовой пункт управления группировки войск Восток, это южно-донецкое направление Шойгу заслушал доклады командующего группировкой и офицеров по обстановке на фронте Отдельно министр проверил готовность группировки к действиям этой зимой Но главное, и честно говоря, сенсационное Шойгу рассказал, что за минувшие пять дней Российская армия сбила сразу 24 украинских самолетов 24 самолетов за пять дней Раньше такой статистики мы с вами не видели Ну и для нас, друзья, найважливее знать не только, что они говорят Де выступают, что вкидают, ну а и, естественно, следствовать Как тих гурьевц, как Кирилл Абуданов И шпигувати за их социальными мережами Мы постоянно монетируем, что эти недолуги постят, пишут, что выкладывают В общем, в этом и есть вся соль их жизни Там криются не больше секретов, там криются настоящие эмоции Ну а ведь того нам из вами стае только немного спокойнее и теплее на душу Иди мне хоть один аргумент, что Россия у нас плохая страна Хоть один аргумент А я знаю, что Россия хорошая Слава России И победа будет за нами Вот решил похвастаться Получили новую машину УАЗ Проблема первоначальная, как залезть туда До того, что все узко Кошмар Сидения вообще не отодвигаются Крайнее положение Вот, сейчас попробуем Завесть Извиняюсь Так, это у нас салон Вот эти трубы Это обдув с печки Обдув с печки идет Обшивка вообще трэш Вся обшивка вот такая На саморезах Такая чутенькая Педали вообще это ужас Это чтобы затормозить или переключить сцепление Это надо ногу поднимать Но сцепление еще куда не шло Но тормоз это дело привычки, конечно Это еще ладно Кто догадается, что это такое Я когда Сел и спросил, я говорю, что такое Подсос? Нет, говорит Это говорит Напор Когда печку включаешь Обдув Обдув Сильнее Сейчас поменьше стало Больше Поднимаешь на тебя Больше и больше Вот так у нас регулировка Так Еще одна Смотрите Бачок Расположен Омыватель Под Панелью И чтобы ты его Наполнил Ты должен Отсоединить кронштейны Вытащить его Наполнить Потом обратно Ты его засуешь Вон крышка Где Под Самой Панелью Так А печка тут Гудит Ой-ой-ой Для интереса Сейчас Заведу Это на малых оборотах Печка будет работать Сейчас Провыкать надо Такой машине Так Аймомент Единственное Что здесь Переделали Поставили Спидометр Посередине Панели Здесь же И Топливо Показывает И температуру А теперь Печку Малые обороты Не знаю Как там Передает Но В машине Здесь Вообще Такая Новая Машина Ну так Все чистенько Да Конечно Почему-то Никто Сколько Сегодня Ездил Никто Вперед Не садится Нет Желающих Все Лезут Назад Я говорю Че вперед Не садитесь Натерятся Ругаются Лучше Друг на друга Говорит Сядем Но Вперед Не сядем Вот Так Ладно Бывайте А в чем Она сила Вашей России Чем Она Сильная Я Вот Сейчас Ролик Выставила Прививку От Рака Может Быть Вы уже Давно Такую Изобрели И Помалкиваете Или Или Может Теслу Изобрели Или Айфон Или Андроид В чем Ваша Сила В чем Чем Вы Кичитесь По Эту Маленькую По сравнению С вами Украину Вы уже Не можете Завоевать 20 Месяцев Вагонами Приходит Ваша Страна Калеки В чем Ваша Сила Чем Вы Гордитесь Или Вы еще Живете В той Элизии Как Когда Вы Крым Отжали О да Тогда Действительно Все Боялись Вашу Россию А сейчас Вашу Россию Всем Абсолютно Как Там Ваш Этот Хмырек Сидел Только Попробуйте Кто-нибудь Умешайтесь Важный Такой В кресле Сидел Развалившись Красные Линии Все Чертил Чертил И Уже Столько Раз Переходили Только Попробуйте Леопарды Найте Только Попробуйте Абрамсы Найте Только Попробуйте Ф-16 Дайте И Все Дают Ваша Россия Все Сильнее Сильнее Становится От Этого Нет Серьезно Ну В чем Скажи Мне Сейчас Начнешь Наверное Про Невсю Да Про Газ А Что Вам От Этого Я Понимаю Если Вы Как Норвегии Или Как Дубаи Каждому Жителю Страны Идет Копеечка На Счет От Недр Недр Страны А у Вас Куда Идет Наоборот От Вас Копеечка Идет Чтобы В себе Этот Газ Провести Вам Тучу Денег Надо Выложить По Идеи За Ваше Благатство Вообще Все Должны Жить Ну По Крайней Мере Медицина Должна Будь Бесплатная Не Знаю Там Коммунальные Какие-то Должны Бесплатные Ну Зато Вы Сильные Вы Знаете На что Ужаснее Всего Смотреть Это Когда Это Когда Происходит То Чего Не Должно Происходить Драка В Мусорном Баке Из-за Просроченных Продуктов Запишите Меня На сентябрь Месяц Запись Закончена Этого человека Милицию Надо вызывать Ну что Перезапишите Меня на другое Время На сентябрь Месяц Запись Закончена На октябрь На октябрь Меня Запишите Вы не хотите Меня записывать Я с вами Закончила Я вам все Скажите Свою фамилию Имя Отчество До свидания Младой человек Я в книгу Жалок Предложений Должен Написать Обратился В регистратуру Отказались Записать Сотрудник Пупкин Мне отказал Записать Сотрудники Регистратуры Вы можете Назвать Свою фамилию Имя И отчество Я вас Много Не прошу Вы Обслуживающий Персонал Вы Деньги Получаете Вам Фамилию Имя И отчество Не запишите Нет Не понимаю Я очередь Отстоял Подошел И свой вопрос Задаю Значит В больницу вызову сюда Если вы не понимаете Русского языка Вы кто Вот так Относится В больнице Вы отдайте Отсюда И дайте Нам работать Я спокойно Подхожу И просто Спрашиваю Фамилии Имя И отчество И прошу Меня записать Вы вам ответили Уже все На все ваши вопросы На какие Или сколько Вам нужно раз объяснять Мне фамилию Не назвали Записать Меня не хотят Какие вопросы И не назовем Фамилии И не будем Называть фамилии Идите К заведующей Узнавайте Делайте Что хотите Идите Почему вы на меня Кричите Вы кто Да никто Ну отойдите Тогда в сторонку Я вот с женщиной Ощущаюсь Которой Я отстоял В очередь Вы не даете Работать Пока меня не Перезапишут Я буду стоять Здесь Я хочу Вот от этой женщины Узнать Фамилии Ими И отчество Она же является Сотрудником Все таки Да Я являюсь Регистратуру Что за вам Учреждение Все таки Она является Правильно То есть Она получает Зарплату Из наших денег И она не может Назвать фамилиями Отчества Раззывайте Милицией Какой кабинет У главврача Вы сказали 328 Заведущая Узкими специалистами Да Верно Хорошо Я когда С украинцами Пытаюсь Общаться Они мне Говорят Что Украина Появилась Задолго До России И так далее Это действительно Так Что вы имеете Ввиду Под Украиной И под Россией Тогда я отвечу На ваш вопрос Государство Как они говорят Или Украинская Нация Можно так Украинская Нация Как и российская Нация Появляется Не раньше Конца 18 Века Именно С этого Периода Наступает Эпоха Национализма И появляются Нации Поэтому Ваш вопрос Некорректен То есть Русской Нации Не было Русской Нации Не было Нация Это политический Конструкт Который Появляется Не раньше Конца 18 Века Нация И Соответственно Происхождение Человека Разные Дело в том Что русская Нация И до Сегодняшнего Дня Не сформировалась Формируется Российская Нация А русской Нации Не сформировалась Нет Есть Национальность Есть Нации Нет Вы понимаете Что такое Нация Смотрите Да все Я понимаю Я понимаю Что я Например По национальности Татарин Это Вы по Этническому Происхождению Татарин Но не По национальности То есть Я Моя национальность не татарин. Вы понимаете, что такое национальность? Нет, подождите, я вопрос вам говорю. Если я татарин, всю свою жизнь был татарином, и тут вдруг мне говорят, что такой нации не существует. Это этнос. Нация на сегодняшний день связывается с гражданством. Нет, это разные вещи. То есть, это для вас разные вещи. Вы почитаете литературу по этнополитологии сначала. Потом вы хотите сюда спорить на эти темы. Если бы, я попытаюсь все-таки закончить фразу. Нет, если вы меня будете перебивать, тогда какой смысл задавать вопрос? Если бы крымские татары имели свою государственность, например, Крымско-татарскую автономную республику в составе Украины, тогда мы могли бы говорить о крымско-татарской нации. Пока мы говорим о крымско-татарском этносе, но не о нации, потому что нация это конструкт политический, а не этнический. Разницу понимаете или нет? Я понимаю, но немножко не так. Немножко не так, почитайте, пожалуйста, соответствующую литературу. То, что у вас в паспорте написано национальность, это не значит, что это нация. Ну я еще раз говорю, я по национальности татарин, а по... Посчитайте себя по национальности. По национальности вы россиянин, потому что существует государство Россия, а по этническому происхождению вы крымский татарин. Ну я не крымский татарин. Вы только что сказали, что вы крымский татарин. Я казанский татарин, тем более казанские татары не имеют своей нации. Суть не в этом. Суть в том, что я могу сказать, что вот то, что вы пишете исторические книги, и вот так вот выражаете, что оказывается нации татарин нет... Почитайте, пожалуйста, литературу. Ну если вы пишете такое... Ну есть этнополитология, есть обыкновенная книга, называется учебник по этнополитологии. На этом давайте закончим. Вы можете себя считать кем угодно. Это ваше право. Я у вас это право не забираю. Ладно. Еще есть вопросы? У меня к вам, упаси Господь. Это у вас, как мне, должны быть вопросы. Нет, нет, все, у меня тоже нет. Ну вот изучайте этнополитологию. Ха-ха. Как вам объяснить, что нация – это политический конструкт? Если есть какая-то форма самоуправления, политическая, то тогда возможно это считать нацией. А так это этносы. Тут с этносами проблема. Историки не могут чётко пораховать этносы в свете, пишут в усих подручниках, від 3 до 6 тысяч этносов. А нация на сегодняшний день – это связь с гражданством. Есть американская нация, а за этническим походжением там кто завгодно есть. Поэтому эта плутанина, что я по национальности, там кримский, казанский, астраханский, татарин – это называется этническое твоё походжение. Хочете называть это национальностью? Да ради Бога можете называть все, что завгодно и все, как вам завгодно. Только это никакого отношения к сучасному пониманию проблемы не относится. Мы отряды Путина предлагаем выкупить несколько Бермудских островов, чтобы там у нас были санатории, профилактории, чтобы могли наши ребята, наши жители страны отдыхать. И мы отряды Путина туда с удовольствием поедем, потому что там круглогодичная температура 28-26 градусов. Нас это устраивает. А у нас на Кубани мы можем только отдыхать в летний период. Можем предложить жителям этих островов референдум. Может быть, и не согласятся быть частью нашей страны. И все у нас будет здорово. Я бы с удовольствием съездила на Бермудские острова и отдохнула в круглогодичном теплом климате. Я думаю, что референдум будет более удачное решение. Народ, который там живет, они очень, думаю, близкие нам и поддержат эту идею. Многие люди боятся Бермудский треугольник, потому что много было литературы о том, как там тяжело жить. Но я думаю, что все будет хорошо, наши люди туда придут и будет все прекрасно. В России все победит. Эти острова далеко от России. Но, тем не менее, я бы туда поехала, как многие наши граждане. Отдохнула бы, потому что там будет рублевая зона, будет все прекрасно. Климат, дружелюбный народ. В общем, все замечательно будет. В Бермудове находится Куба. Все знают, насколько она гостеприимна. И мы все с удовольствием поедем и на Кубу. И поставят потом ракеты, вернее, базы военные наши. И все будет прекрасно. Все будут довольны. Никто ничего не будет бояться. И мы заживем все вместе, дружно. В Бермуды – это хорошо. Наша страна считается и северная. А в Бермудах у нас будет тепло, сухо. И мы все поедем туда отдыхать. С удовольствием поехали на Бермудские острова. Я бы взяла всю свою семью. И внучку, и внука, и мужа. И с удовольствием бы отдыхали. Там гостиницы, чтобы наши были. Чтобы на русском языке все говорили. И мы, конечно, добьемся и победим. Здесь есть зарядное устройство. Здесь есть чехлы для телефонов. Различные мышки. Выбор потрясающий. Мне очень нравится. И обратите внимание на количество красных ценников. То есть это все уже идет со скидочной акцией. У меня дома постоянная проблема с батарейками. Поэтому я считаю, что можно себе здесь приобрести про заплату. Вот наша экскурсия подошла к концу. Я была приятно удивлена ассортиментом. Меня очень порадовал персонал. Вернулась домой. Пока ждала такси возле МПР. Попался случайно на глаз комментарий. Женщина такая пожившая. Преклонных лет, преклонного возраста. Пишет мне комментарий по поводу рекламы в МПР. Что-то там уровень, не уровень. Что-то там такое. Знаете, меня всегда поражали люди. Да, вот эти, которые лежат на диванах, которые-то диванинные, они эти уже провалили и пропердели. И раздают людям уровни. Сама лежит, разлагается уже на том диване. Почему я озвучиваю момент с диваном? У нее фотография одна единственная. Как она лежит на застиранном, проваленном диване. Затертом. Ну, естественно, я там никак не отреагировала. Случайно попался комментарий. Поэтому решила озвучить. Такие, мне кажется, это, знаете, люди, которые уже от своей зависти, злобы и никчемности. Настолько погрязли в этом, что они считают своим долгом поделиться этой грязью с каждым встречным. Я как-то увидела блогера Галины из Германии. Очень приятная женщина. И вот она тоже своим доброжелателям задавала вопрос. Говорит, да за что же вы, говорит, меня так ненавидите? Ну, знаете, для меня вопрос, за что вы меня ненавидите, это позиция жертвы. Я вам отвечу по-другому. Не на вас. Потому что у меня не может быть на пустые места. На людей, которых я не уважаю. И на чье мнение я кладу. А остальных люблю очень сильно. Я знаю, знаю, что вы хотите сказать. Так, мы с вами абсолютные магистры сталевых нервов. Мы можем с вами послушать, поделиться, проанализовать, даже поиронизировать, что до их заяв, фейдов и российской пропаганды в целом. Мы все это делаем, друзья, потому что война в найгарячей фазе продолжается. И информационный простор не является винятком. То же для нас украй важно тут отстреливаться, тут их бить и тут нищить нашего врага. Не забывайте лишать нам вподобайку для поддержки и для поширения вселенной информации. Ну и помните, что для нас будет великою честью, если вы подписывайтесь на YouTube канал Курбанова Лайф и залишитесь с нами. Я дякую, что вы были с нами. Я дякую за то, что вы были активны. Бережьте себя, бережьте Украину. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин